Распространенные разновидностью формальных логических ошибок являются ошибки, которые допускают при определении понятия. В первую очередь это так называемое несоразмерное определение. Определение понятия не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким. Примером слишком узкого определения будет утверждение «христиане – это члены нашей Церкви». Определение явно не охватывает значительное большинство христиан. С другой стороны, утверждение «христиане – это люди, познавшие основу христианского вероучения» – пример слишком широкого определения, оно охватывает и тех, кто не является христианами. Например, атеистов или мусульман, изучающих христианство из интереса или в чисто научных целях, либо с целью более эффективного прозелитизма. Иногда одно и то же определение может быть и в чем-то слишком широким, и в чем-то слишком узким. Например, христиане – это те, кто регулярно посещают Церковь и читают Библию. Такое определение слишком узкое, потому что не все христиане могут посещать Церковь, к примеру, тяжело больные или, скажем, участники полярной экспедиции. Но оно же слишком широко, потому что не все посещающие Церковь и читающие Библию – христиане. То и другое могут делать, например, студенты-религиоведы, независимо от их вероисповедания. Другая разновидность ошибок определения понятия – так называемое круговое определение. Круг в определении получается, когда определяемое понятие определяется через него же само. Например, неверующий – это тот, кто не верует. Либо же, когда определяющее понятие в свою очередь определяется через исходное, определяемое. И та и другая ошибка называется круг в определении. Например, что такое святость? Это атрибут святых. А кто такие святые? Это те, кто святые. Далее стоит отметить такую ошибку, как неточное определение. Определение понятия должно быть ясным и точным. Оно не должно использовать метафоры, не должно употреблять слова в переносном значении, не должно допускать какой бы то ни было двусмысленности. Многосмышленности, неточности, неоднозначности. Пример метафорического определения. «Слово Твое, светильник, ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118-105 стих. Как бы ни было назидательно это высказывание, логически корректным определением Слова Божьего оно не является. Более того, его значение непонятно тому, кто не знает, что такое Слово Божье. Пример многословного и неясного определения таков. Вера в некоторых религиозных системах – центральная мировоззренческая позиция, одновременно и психологическая установка, включающая, во-первых, принятие определенных утверждений догматов, например, о бытии и природе Божества, о том, что есть благо и зло для человека и тому подобное, и решимость придерживаться этих догматов, вопреки всем сомнениям, оцениваемых как искушения. Во-вторых, личное доверие к Богу, как устроителю жизни верующего, его руководителю и помощнику, спасителю во всех конкретных ситуациях, посылаемого к джестраданию и предъявляющему трудные требования для блага самого верующего, в-третьих, личную верность Богу, на служение, которому верующий дает себя. Такое определение веры дает философский энциклопедический словарь. Для сравнения, иное определение – это уже понятие, но взятое из Библии. Вера же есть – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих.